Клик-шоу! Живем у Клик-шоу! Живем у Клик-шоу! Клик-шоу! Ну и собственно, неделя экстрима у нас неспроста. Ровно через 20 дней стартует, ну наверное, без преувеличения, самый масштабный спортивно-музыкальный фестиваль Z-Games. И вот сейчас мы будем говорить с организаторами об этом событии. Итак, встречайте, у нас в гостях организаторы. Вот Марк и Евгений, и друг фестиваля Z-Games. Правильно? Все? Да, у нас есть два очкарика, Макс и Женя, и я, друг. Привет! Друг, ты будешь как суфлер работать или как? Нет, на самом деле они носители информации. А, вот сейчас будет перебивание вот это, да? Да, да, да. Класс, это интересно. Расскажите тогда, в этом году, мы так понимаем, состоится все-таки четвертый фестиваль Z-Games. Давай. Да. Ну, на самом деле, да. В этом году фестиваль будет, он будет масштабнее, чем он был все 4 года до этого. Мы добавили много новых видов программы, еще больше гостей мы ожидаем. И самое главное, мы добавили достаточно серьезную музыкальную составляющую фестиваля. У нас будет выступать Макс Корж. И Ляпец Трубецкой! И еще Асоматик! И еще Асоматик. Еще и наш новый сюрприз будет выступать еще группа Hard Kiss. Ух ты. Ну, то есть, все-таки к музыке тоже в этом году больше акценты на музыке. Я думаю, что среди тех музыкальных фестивалей, которые есть в Украине в этом году, это один из самых лучших молодежных лайнапов. Мы его подбирали как для себя, поэтому не пожалели, и он будет действительно интересен. Ну, а как вы подбирали музыкальные группы, почему именно они? Давай подловим Алену. Кто такой Макс Корж? Он был у нас в эфире. Серьезно? Конечно. А, круто. То есть, аудитория... Перед нами просто, перед нами, да. Только что вышел. А, чувак в кепке в лифте. Кто такой Ашморж, да? Сейчас будем всех. Почему так подбирали группы? Я случайно. Макс, случайно. И искали в интернете, смотрели... Нет, на самом деле, Ляпис Трубецкой – это тот коллектив, которого мы хотели привести очень давно. Четыре года? Буквально, да, буквально начиная с первого проекта. И, в принципе, подготовку музыкальной программы мы начали вот в этом году конкретно с того, что вот взяли и договорились с Ляписом. Короче, со спортом у нас все хорошо было. И так три года решили усилить. Вот интересно, почему именно вы организовываете это? Насколько вот спорт, да? Все заняты были просто. Мы спрашивали, кто хочет организовать такое классное стираль. Четыре года назад все были заняты, и пришлось нам. Просто это очень спортивные ребята. Несмотря на то, что они так выглядят. За четыре года организации немножко под это… Подзавязались. Подзавязались. Подзавязались спортом, да. А чем занимались для этого? Спортом. Фигней все. Ну, с каким интересным? Это же тоже экстрим какой-то. Ну, я достаточно много катался на роликах, на горных лыжах. Но в этом году, кстати… Он нас прибедняется. На самом деле, он был одним из создателей роллер-тусовки в свое время. Одним из… И там лыжные всякие там контесты. Классное слово «контест». Да. Но в этом году не было роликов, правильно? То есть… В этом году будет «Минирампа», и все, кто захочет покататься, могут взять с собой ролики и покататься на «Минирампе». Я уже спросил, почему вы организатор. Я спрашиваю, Саша, почему ты друг ZGames? Почему ты не организатор, почему ты не… Тут отвечу, скорее всего, да. Я вмешаю. Сделать в том, что это один из самых спортивных людей в шоу-бизнесе, которых я знаю, там, наверное. Поэтому… Ой, клево, спасибо. Ну, есть правильный ответ. Это со мной дружить дешевле, чем работать, на самом деле. Нет, по поводу спорта. Сейчас обо мне говорим. Женю мы обидели. Женя, ты тоже спортивный парень. Женя, ты не сказал, чем занимался, да. Да мы, в принципе, все и занимаемся. Ну, я увлекаюсь сноубордингом, увлекаюсь вейком. Как бы, да, в последнее время не так часто получается, но, тем не менее, стараемся это все дело поддерживать. Зимой поездки, летом поездки. Ну, вот. Ребята увлекаются, а я занимаюсь. По сути, мы не являемся прям какими-то там звездами спорта. Это, ну, нежели какое-то такое хобби, которое переросло в формат вот такого большого фестиваля, призванного, там, не знаю, популяризировать это все и, ну, делать нечто для людей, которые этим интересуются. А у меня стул скрипит. Организаторы, друзья, мы уже узнали подробнее. Мы узнаем уже в следующей студии после клипа. Друзья, собственно, вот мы познакомились с организаторами фестиваля Z-Games. Они сейчас в данный момент знакомятся с Аленой. С ногами, Аленой. Да, с ногами. Привет, ноги! Привет, чуваки! А, собственно, ноги-ноги, эта песня, наверное, тебе посвящалась. Давайте все-таки по чуть-чуть объясним, разложим по полочкам, что же такое Z-Games. Тут и музыка, и спорт, и вообще, что это? Можно ли словами описать это? Да, нет. Словами не описать. Нет, ну просто, чтобы я там друг фестиваля, не просто пришел поторговать. Поэтому я объясню мою микрофункцию в этом всем большом механизме. На самом деле, действительно, дружу 4 года с Z-Games, и начиналось все с дружбы с ребятами, потом приехал туда в качестве просто потусить, помочь каким-то там словом микрофон. А сейчас я... С первого дня, да? То есть 4 года назад это было? Да, да. Ты на второй день. На второй день я пришел, да. Ладно, пропустил один день, это важно. Ну, плюс-минус пару часов, я не помню. Вот, теперь я помогаю в организации, собственно говоря, всего Fun and Music, мы так назвали даже группу у себя там на фейсе, которая занимается всем тем, чтобы людям было интересно и весело. Ну, то есть ты наполнял вот, да, вот все дисциплины, которые там представили, ты через себя их попробовал, да? Я так понимаю, наверное... Ну, в свое время, да, если ты говоришь о подъеме, с которым я приехал впервые на Z Games, я попробовал там все, потом это все было в эфире. Но сейчас я понимаю, что кроме спорта, которым занимаются ребята, это все на профессиональном уровне, 15 видов спорта, не олимпийских. Те, которые сейчас увлекаются молодежью. Что это, да, например? А вот, 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 видишь, кайтсерфинг, например. Кайтсерфинг есть, да, слэклайн. Не будет стеллбординг, стеллбординг, стеллбординг. Хо, тепло слишком. Ну, на самом деле история достаточно простая. Мы много путешествовали в свое время, да, и сейчас есть у всех интернет, и во всем мире есть популярные виды спорта. Action sports, альтернатива, там, потенциальные виды спорта, которые абсолютно не развиты в Украине. Ну, в принципе, даже в России они развиты гораздо лучше. И вот у нас они набирают популярность. Обороты. Молодежные виды спорта, от которых, там, уже десятки лет прутся во всем мире. И этого очень не хватало в Украине, да, для этого, для этого, для того, чтобы увидеть все это, нужно было много путешествовать. Очень много молодежи у нас не имеет возможности путешествовать, выехать за границу. Это либо дорого, либо сложно. И мы принесли все лучшее из того, что мы собрали со всего мира, вот все то популярное, что есть, мы принесли его на земле. Ну, вот интересно, Женя, вот, с каких стран что по чуть-чуть почерпнули? То есть, что откуда взять? Нет, ну, вообще, на самом деле, большинство вот видов спорта экстремальных, они, конечно, все пошли от серфинга. Ага. Там с дома подходят какие-то молодые ребята и говорят, типа, мистер Пидан, можно с вами поговорить. Ну, как-то так, они не знали, как ко мне обратиться по отчеству, у них ничего, хорошо, хоть не по имени-отчеству. Вот, я так думаю, что такое? Они мне объяснили, у них ситуация сложная, они скейтеры, они любят это дело, а их гоняют по паркам. Им там бабушки и милиция говорят, типа, вот вы нам тут портите жизнь, шумите, гремите, вы наркоманы, идите отсюда. Говорят, да мы не наркоманы, мы, наоборот, у себя устраиваем какие-то там турниры, чемпионаты, у нас там нет денег и так далее. И вот в связи с этим у нас, например, в этом году появилась новая дисциплина, ну, на песке в прошлом году тяжело было кататься на скейте, это практически невозможно. В этом это возможно, потому что у нас будет мини-рампа, и скейтеры присоединятся, роллеры присоединятся, есть дисциплины для любителей велосипеда, там, МТБ, БМИ. Получается, Z-Games это фестиваль для вот таких спортсменов, гоняемых, которых вот гоняют, да? Ну, гонимых, или которые гонят. Ну, на самом деле для всего мира это абсолютно нормально, это трендовый и актуальный был бы фестиваль, да, в Украине это пока еще альтернатива, но в целом ядро Z-Games составляет экшн-спортс, это те экстремальные виды спорта, ну, во всем мире это экшн-спортс, это бейкбординг, кайт, это BMX, МТБ. Мы добавили туда танцевальные виды. Хип-хоп. Да, в этом году у нас был виндсерфинг, и все это проходит у нас на вполне европейском уровне, то есть к нам приезжают европейцы, для них это действительно нормальные, крутые соревнования, такие же, как до этого были в Германии или в Испании. Представьте, это побережье моря, на пляже валяются люди. А полуобнаженные девчонки? Полуобнаженные обязательно девчонки, мы их не заставляем, но они подписывают контракт. Забираем паспорта. Ну, то есть люди могут, а, кто приезжает, участники соревнований, которые соревнуясь делают некое, ну, это реально шоу, вот это спортивное шоу, у нас, представьте, разгонка, сколько метров у нас вот эта вот штука с вылетом? 100 метров. Ну, вот 100 метров длиной, там типа 3 трамплина, вылетают на 10 метров вверх, крутят двойное сальто на велосипедах и при этом выживают, и люди делают так, ооо, и так далее. То есть спортсмены плюс люди, правильно, которые посмотрели? Люди, которые приезжают потусить, посмотреть, они могут валяться на солнце и участвовать в активностях, какие мы организуем, там, мисс бикини, понятно, надо узнать, кто лучше на побережье, какие-то там мокрые майки. А я думала у вас спорт, а у вас, оказывается, мисс бикини и это свободное от наших активностей время, они могут участвовать в спортивных соревнованиях, либо, собственно говоря, радоваться тому, что эти ребята выживают. Ну, вот сейчас мы посмотрим все-таки, как выживают и как радуются эти ребята, у нас есть надеждачка прошлогодних фестивалей Z-Games, давайте посмотрим. Помните, как это было, собственно? Да, я уже сразу... Помните, как это было? Как это будет? Ух, Женя! Это будет очень здорово, весело, и что самое интересное, все, что вы видели сейчас на экране, это все можно попробовать. То есть у нас, по сути, все площадки, они, ну, в свободном доступе. Есть слэклайны, это очень популярное направление, это хождение по стропам. Ну, бешеным... Да, вчера у вас были ребята. Бешеным спросом пользуются. Есть батуты, которые тоже абсолютно, ну, свободно можно этим заниматься. Есть... Есть бассейн бейкбордический, который в свободном доступе. Есть скимборды, это вообще очень... Про батуты. Говорят, что он какой-то очень огромный, да, вы сделали... Он просто профессиональный, он не огромный, он просто такой, как, ну, вот он профессиональный батут. Гигантский. Да, на котором... Он не огромный, он гигантский. Так можно, получается, если ты туда приезжаешь и не умеешь ни на чем, вот таким спортом заниматься, абсолютно бесплатно, можно будет попробовать. Да, абсолютно. У нас есть набор... Бинго, приезжай! Класс! А у нас есть инструктор, да? Да, 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 у нас есть ребята, которые приезжают, которые подключаются к этому проекту и обучают людей. В прошлом году, например. То есть это мастер-классы, по всем направлениям у нас есть мастер-классы. Юрий Зун, чемпион мира по кайтсерфингу, реально нереальный клевый чувачок, который приехал, мало того, что он катался в соревнованиях, там показывал мастер-классы, свои выступления, и также на канатке. Он учил девчонок, парней, мог чтобы было вот так вот потрогать чемпиона мира по кайтсерфингу и получить от него бесплатный мастер-класс. Где еще это видано, возможно, знаете, просто там кайтсерфинг очень дорогой вид спорта. Для того, чтобы там минимум 50 долларов в час обучения. А здесь по тебе там что-то покажут, расскажут. Здесь можно покататься на канатной дороге в самом большом бассейне на побережье. 100%, в 75 метров. Ну да, чемпионы мира по паркуру приезжали, Тим Шиев. В этом году мы ожидаем огромное количество зарубежных гостей по BMX и МТБ. Потому что по велосипедам? Да, по велосипедам. У нас тур, FME World Tour. FME World Tour, что это, Макс? Это серия международных соревнований по dirt-джампинг. Это как чемпионат мира, который проходит во многих городах, у нас одна из билетов впервые в Украине и в принципе впервые в СНГ. В СНГ, по сути. В СНГ впервые. То есть приедут, соответственно, в страны какие-то австрийцы, поляки. Ничего себе! О том, как можно попасть на этот фестиваль и как туда добраться, мы поговорим в следующей студии. Друзья, это неделя экстрима, это экстремальные гости, по-моему, экстремальные некуда, которые всех зазывают и призывают принять участие в фестивале The Games. И вот все же интересно. Слышим самую достоверную информацию, да, и нас больше всего сейчас интересует, как туда добраться. Мы троны ходить, трамвые ходить, шо делать? Ребята, во-первых, достаньте из трехлитровой банки тест на беременность. Это просто от меня, а теперь я передаю слово парням. Класс! Он всегда знает, кстати. Давай. СНГ проходит в Крыму, проходит возле Евпатории, это село Поповка, проходит на территории фестиваля Казантип. Ну, Казантип, я думаю, в принципе, все знают. Вот, пройдет он в этом году с 14 по 19 августа, сразу после завершения основного Казантипа. Стык. То есть, если вы поехали на Казантип, вы еще можете с этой же визой остаться к нам на денечке. А еще вот новшества билеты начали продавать онлайн. Да, в этом году мы запустили, ну, сначала в тестовом режиме, но, в принципе, все пошло успешно, запустили продажу входных виз онлайн. Поэтому, чтобы не стоять в жарких, пыльных очередях, не топтаться, не знаю, просто не истеричить и не нервничать, можно зайти на сайт zgames.ie, нажать кнопку «Купить виза» и просто сидеть уже, паковать вещи. А еще это дешевле, потому что в интернете специальные институты. Это реально дешевле. Да я хотел сказать просто. Забрал все слова. У меня нет реплики, но… На чем ехать? Скажи, да, на чем можно добраться туда? Да, мы каждый день мониторим билеты. Сейчас еще достаточно много билет на поезд, на самолет. Добраться можно легко. Можно приезжать немного раньше. Можно приезжать не 15-го числа или 14-го. Можно приехать 13-го или 12-го, наша виза будет давать право на вход на территорию немножко раньше, чем официальная дата. Это пока секретная информация. Можно ли приезжать по секрету всему свету, да? Никому не говорите. То есть виза, не будем озвучивать, она дешевле, чем казантиповская, понятно, потому что у них две недели фестиваль, а вы с ней можете попасть на казантип и потом к нам, но к нам главное. Самая дешевая виза, наверное, самая доступная. Можно ли приезжать со своим снаряжением? Конечно, но если снаряжения своего нет, вместе будет достаточное количество снаряжения для всех желающих. В этом году мы позаботились об этом, да. Там какие-то вещи в аренду, какие-то тебе просто дадут попробовать потестить просто так. Да, на самом деле аудитория достаточно такая дружелюбная, если ты хочешь там что-то попробовать, ну это не проблема, взять у кого-то скимборд или… Или пройдись по Slackline. Ну это абсолютно не проблема. Смотрите, очень много ребят присоединяются к нам, сами приходят со своими федерациями и говорят, вот мы скалолазы или еще что-то. Ну так было, например, со скалолазами, специально для этого у них теперь есть скалодрон, по которому точно так же ты приедешь и попробуешь себя в этой всей истории. Есть какие-то люди, которые появляются и говорят, у меня есть вот эти вот круглые шары, как они называются. Зорбы. Можно мы у вас просто типа погоняем шары по бассейну? Welcome! И так далее. То есть у нас реально такая атмосфера? На самом деле это самая массовая тусовка, активная в принципе в СНГ и сейчас, наверное, даже во всей Восточной Европе, потому что те поляки, немцы, там даже ребята из Канады, которые к нам и приезжали и приедут в этом году, они говорят, нереально круто там, нам все равно, но мы приедем. В общем, если вы хотите попасть на самую нереальную крутую тусовку в СНГ, покупайте визу и приезжайте на Z-Games. Сейчас доставайте уже деньги со своей банки и покупайте визу, вот она есть, можно купить и на сайте и, собственно, потом там на месте. В общем, надо готовиться уже сейчас и не пропустите самое такое масштабное спортивно-музыкальное событие этого лета. Называется это Z-Games. Спасибо вам за то, что пришли, рассказали и теперь мы все знаем об этом. Спасибо. Кстати, в эфире, да еще, у нас… Теперь повергнуть надо. У нас для тех, кто случайно не успел купить билеты, да, или еще что, у нас есть официальные туры на Z-Games, автобусные, с веселой компанией, ну, на самом деле очень классная штука, поэтому тоже это есть доступно на сайте. На сайте. Это можно на вашем сайте. Вся информация абсолютно есть на сайте. У нас сейчас достаточно хороший отдел по работе… Спасибо большое. Мы заканчиваем. Заканчиваем. Все, эфир. Говорят, мы папа, да. Очень много информации. Вся информация действительно на сайте. Ихите и найдете вас. И приезжайте на Z-Games. Кликшоу! Кликшоууууу! Тва – Hey! Играет музыка в Кликшоуууууууууууууууууууууууууууууууууууу. Субтитры создавал DimaTorzok